Всем привет! Видео про китайских шелковых цыплят. И еще вывод цыплят в инкубаторе у меня идет. Тоже покажу, кто вылупился. Соберем в инкубаторе, кто там сейчас есть. Ну, сейчас сначала китайских шелковых покажу. Все просили показать, показать. Значит, мне было отправлено 12, ой, 20 яиц. Из них 12 оказались оподотворенными. И вылупилось 11 птенчиков. Качество яйца, конечно, на высоте. Это вот такой желтенький цыпленочек. Ну, будет белый. И то 12, он был полностью сформирован в яйце. Даже жил точный мешок, втянулся. Просто не справился со скорлупой, к сожалению. Так. Вот еще цыпек. Этот, видите, с такой рыжей головой. Не знаю, каким он вырастет. И, по-моему, он или, мне кажется, или кучерявый. Здесь будут кучерявые тоже галашейки. Тоже три есть. Цыплята от трех семей. Правда, от одной семьи только один есть темненький. В основном все вот такие белые. Рыжий один и белорыжий. Один есть темненький, от другой семейки. Давайте дальше. Вот такой галашейный. Он родился, правда, не совсем с темношей. И сейчас она у него такая, может, видно. Ну, чуть-чуть, видите, как со светловатым. Но уже потемнело. Я спрашиваю, ну, как бы, говорят, что нормально. Если потемнеет, то все хорошо. Нет, значит, в брак. Ну, посмотрим. Как бы, если петушок, то, я думаю, без проблем. А вот курочку будет жалко, что... Галашейка, и так, три всего лишь. Это вот тоже желтенький, беленький. Еще одна галашейка. Вот такой хохолочек. У некоторых хохолки не очень видно, но они вырастут. Видите, у этой прям идеально. Черная шея, по пять пальцев у всех. Ну, не дердай лапкой. Так. Ой, фокус. Дальше. Рыженький цыпочка. Вот такой прям рыжик. Видите, и перышки рыжие растут. Такой красавчик. Стоп. Я чуть не понял. Вот это да. Смотрите, третья галашейка. Только я думал, третья это темная. Как это я так не заметил галашейного цыпленка? Я почему-то думал. Я был уверен, что их трое только. То ли это я обсчитался, то ли, может, я не замечал. Или я ошибся. Еще один вот светлый галашейник. Тю. Вот он, темненький цыпа с голой шеей. Видите, вот такой. Не знаю, что это за окрас. Ой. Перегрелся телефон. Вспышка выключилась. В инкубатор будем в полумраке лезть. Ну, тут-то светло, но все равно. Ну, как-то для съемки лучше, когда досвечивание. Так, ну, еще вот цыплятки. Вот два таких. Это какой-то желтенький. Ну, все равно с рыжеватостью какой-то они. И вот еще два. И один вместе с ними вылупился цыпленок маран. Голубо-медный. Вот такой он большой. Прямо гораздо больше их. Они-то все равно карликовые. Ну, а это обычные. Даже крупная порода. Все, вот такие красавчики. И сейчас к ним... Давайте поилку переставлю сначала. Все, поилку переставил. Корма насыпал. И сейчас покажу, что тут... Ой! Навылуплялась. Вот такие вот цыпочки. Вот рыженькие. Белые с голой шеей. Это все от моих кур. Заложил яйцо. На продажу цыпочек. Ну, они даже забронированы. Правда, не все. Я рассказывал... Ну, то видео мало кто посмотрел. Я говорил то, что... В инкубаторе... Этот инкубатор, в котором эти яйца были... Это новый мой. Который второй у меня появился. Он не справляется с жарой. И температура завышается. И до 40 градусов доходило. Я стараюсь тут включать кондиционер. Но бывает... Или он даже не помогает. Или просто я забываю, например, включить. И я думал даже, что вообще не выведутся. Или очень мало будет. Прям переживал за вывод. Но вроде наклюнулись дружно. Тьфу-тьфу-тьфу. И вывод идет, в принципе, нормально. Конечно, чуть раньше. Вообще завтра им срока уже вылупилось так немало. Ну, хотя, конечно, не большая часть их много. Но яиц всего много. Сейчас в инкубаторе тоже достанем там, кто вылупился. Так вот. С голой шеей. Цыпа. Ну, надеюсь... Значит, у меня всего забронировано. 50 цыплят. 21 человеку, 30 другому. Я боялся, что они даже не вылупятся. Все. Я потом объявление убрал. Ну, так что, надеюсь, будет. Этих 50 будут лишние. Тогда выставлю, буду продавать. Вообще, там яиц было заложено 117. Я просветил там неоплод. Ну, плюс кто-то на начальной стадии был и замер. Осталось около 90 яиц. Точно не помню. Перед выводом не просвечивал. Что-то я как-то забыла. Я даже не убрал вчера поворот. Сегодня утром прихожу. Один вылупился. Чудом в ванночку не упал. Ну, что-то перевернуться. Так что, что выведется, то выведется. А еще вместе с ними ждем двух индюша. Тут, блин, как показать. Красивый такой цыпочка. В общем, с голой шеей и с хохолком большим. Еще два гола шеечки. И вот еще три цыпленочка. Все. Это что вот налупилось в течение дня? И сейчас еще в инкубаторе. Давайте посмотрим. Тут так получилось. Тут еще был лоток с гусиными яйцами сверху. Они с ними никак не могли вылупляться. Я гусиные яйца переложила сейчас на низ инкубатора. Они там внизу. Надеюсь, они их сильно не засрут. Поэтому я стараюсь сцеплять, сразу вот доставать. Вылупились, достаю. Ну, ничего, помоем. Другого выхода у меня не было. Так-то. И тут яйца стоя вот. Сейчас, надеюсь, получится уложить. Вылупился хоть кто-то. Лежали стоя. Еще и сверху, наверное, штук десять яиц пришлось положить прямо на эти. Ой, сейчас выключу его. Плюс тут два индюшина. Смотрите. Вот яичко. Индюшина эта наклюнута? Или не эта? Значит, не эта. А вот эта наклюнута. Ура! Было заложено пять яиц. Там что-то, по-моему, и не оплод был. Нет, по-моему, все даже были оплод. Замерли. Ну, в общем-то, два дошли до конца. И вот эта наклюнута. Я очень надеюсь, что вылупится. Буду оставлять, скорее всего. Дорастить. Потом продать. Ну, может, и маленьким. Если дорого получится продать, продам. В принципе, какая разница, да? В общем, не знаю, как я поступлю. Но сначала надо дождаться, в принципе, чтобы вообще вылупились. Вот такой, смотрите. На ухилюшечку похож. Ну, естественно, поместный. Потому что у меня только курочки ухилюй. Но все же вот такой. Цепек. Так. Ой-ой-ой-ой, маленький мой. Вылазит, вылазит. Оп. Вот видите, без вспышки тут так как-то, ну, некачественное видео получается. Все этого тоже забираю. Там жарко под лампочкой. Так что обсохнет. За эти звуки, извините, это у меня телефон садится. Забыл зарядить. Он там каждый на 10, на 5% такие звуки издает. Предупреждает, что скоро сядет. Так что сейчас быстрее будем заканчивать видео. Вот так вот. Какие-то в лежачем, какие-то в стоячем состоянии яйца. Ну, ничего страшного. Они прекрасно и так выводятся. В принципе, на вывод это, я думаю, не должно повлиять. Нормально выведутся и так. Все. Инкубатор закрываю. Ну, вот они, цыпочки. Вот так много. С шелковыми нормально, они как бы по размеру примерно как они. Ну, шелковые, соответственно, подросли, но они были меньше. Вон моран. Вот он уже большой. Я его, наверное, скоро заберу в сарай к тем цыплятам. В принципе, он там тоже по размеру как те карликовые кохинхины мои. Хотя гораздо младше. Ну, это крупная порода, в принципе, сама по себе. Вот такой кабанчик. Ну, все. Вот такой пока что выводок. Завтра сниму, ну, или когда они долупятся, сниму, конечно, сколько вылупилось штучек. Может, утреннюю выборку из инкубатора цыплят сниму. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее. ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...